Здравствуйте, мои дорогие рыбы! Сегодня мы с вами сделаем расклад на оракулах и спросим у оракулов, что будет происходить в сентябре 2022 года. Какие события у вас будут? Давайте посмотрим. Итак, единственная карта, которая у нас не оракульная, это карты Дзеноша, но они тоже, я бы не сказала, что это Таро, они разговаривают с нашей душой, поэтому они тоже у нас принимают сегодня участие. Итак, рыбы, сентябрь. Первая карта аутсайдер, то есть человек, который чувствует себя, что он сидит одинешник, закрытый ото всех, огорожен от мира, там большая светлая яркая жизнь, а он сидит тут за воротами и не может выйти наружу. Эта карта под Дзеноша обычно показывает то, что человек сам себя загоняет в какие-то рамки. На самом деле цепь здесь разорвана, замок открыт, и можно взять, снять это все, открыть дверь и выйти наружу, выйти в люди. Эта карта у нас называется Посторонний, младший Аркан Радуга, владение физическим. И эта карта говорит о том, что у вас есть возможность остановить эту заезжую полосинку, когда прокручивается одно и то же, и прекратить себя изводить мыслями о том, что вас недостаточно хорошо принимает общество. Узнайте, где корни этих проблем, отпустите старую боль и открывайте ее о калитку, выходите в свет. Перестаньте бояться всего и во все контролировать, все держать под своим личным контролем. Этот чрезмерный тотальный контроль ни к чему хорошему не приведет. Ваша сейчас нервная система похожа на эту пирамиду, не дай бог, он отпустит ноги, не дай бог, это не успеет подать руки, и вся эта конструкция осыпется. Вот это карта тотальности, карта контроля такого, тотальность, карта огня, владения действиями. Она говорит нам, что нам нужно отпустить ситуацию, перестать цепляться за какие-то ситуации, которые выходят из нашего контроля, из наших рук. Отпустить эти ситуации, пусть они сами решаются как могут, а вам продолжить жизнь, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками. И дальше идет как подтверждение этому, что вы должны перестать бояться скрываться от кого-то, сидеть в замкнутом пространстве, пытаться скрываться от общества, пытаться контролировать какие-то ситуации, которые выходят из-под контроля. Говорят, отпустите все, расслабьтесь, выйдите наружу, будьте вот таким бунтарем, будьте императором в своей жизни, и ваша жизнь заиграет красками. Наконец, нужно научиться рыбам в сентябре, научиться начать принимать решения, начать самим контролировать свою жизнь. Также у некоторых рыб идет любовь, свидание, встреч под луной в этом месяце, сентябре 2022 года. Мы оставим эту карту здесь, дальше я беру следующий оракул, мистические моменты, и мы еще спросим, что еще нам карты расскажут для рыб, оракула, для рыб на сентябрь 2022 года. Что еще нам карты расскажут для рыб? Что действительно рыбы взваливают на себя какую-то непосильную ношу, пытаются контролировать все подряд, нести и делать чужую работу в том числе. Карты вам говорят, что сбрасывайте, сбрасывайте, делегируйте эту работу другим участникам, отдавайте кому-то еще, раздавайте. Не надо надрывать свою нервную систему, не надо надрывать пупок. Раздавайте эту работу, смотрите в жизни свободнее, маленькими, но уверенными шажками лучше двигайтесь по своему направлению, обдумывая все на своем пути, обрезая все ненужные связи, ненужное общение, ненужную работу, которая не ваша работа, зачем она вам нужна. И у вас сразу все начнет двигаться, да, постепенно, медленно, но начнет двигаться. И главное, не бойтесь мечтать. Ваши мечты в сентябре месяце будут исполняться, говорит каждая. Вот эта карта, она говорит, все в ваших мечтах, все в ваших руках, все ваши мечты будут исполняться. Не тормозите себя. Так, теперь давайте достанем из оракула магии земли для вас, оракулы, посмотрим, что этот оракул вам расскажет. Смотрите-ка, как разная оракула повторяет ситуацию. Вот оракулы еще один достану для вас. Сила, да. Вот смотрите, что хотят вам сказать оракулы. Здесь оракул выпадает и говорит, вы на себя взвалили огромную нож, вы сидите, боитесь выйти во внешний мир, пытаетесь выполнять чью-то чужую работу. Это вас изводит изнутри, изъедает. Вы действительно чувствуете свою жизнь, как болото. А вам говорят, вам нужно уже перестать вот эту ситуацию, перестать эту ситуацию контролировать, которая бесконечная, которая повисла и висит над вами. Проявите силу, проявите силу выйти наружу, выйти из этой ситуации, оставьте ее в прошлом. И все облака рассеются, которые над вашей головой сейчас, все тучи разойдутся. Как только вы проявите силу и как только вы начнете двигаться в своем направлении, а не тащить чью-то работу, чьи-то обязанности, чьи-то думы за кого-то думать, чьи-то решения принимать, пусть они сами это делают. Вам говорят карты, нужно выходить из этого состояния. Здесь у меня дальше идет, вступает в наш расклад оракул сновидений. Раньше этот оракул был достаточно толстый, из 78 карт, сейчас они его сократили. Но я все равно рада, что удалось мне его купить. Итак, для рыб, оракул сновидений. Так, о чем нам тут рассказывает оракул? Первая карта, первый оракул, это конфеты, сладости, поедание чего-то сладкого, вкусного. Ну, это как в прямом смысле поедание конфет сладких, вкусных, так и говорит о том, что возможно у вас изысканный вкус, приятный вкус, приятности какие-то, которые вы делаете себе. А также этот оракул может говорить, что будьте аккуратны с излишествами, особенно для тех, кто сейчас думает про диеты, думает про здоровый образ жизни, как бы предупреждает. Никаких соблазнов. Дальше у нас идет оракул Нагота называется. Это истинное тело, структура, танец жизни. И третий оракул у нас идет, который называется полет фантазии. Полет это фантазия, полет фантазии, мечта, сон, духовная высота. И вот вам говорят, что оракулы, они разговаривают очень интересно, они тоже говорят, наконец будьте самими собой, будьте чисты сами перед собой, не надо тащить тоже, говорит, ничего лишнего. И у вас будет сразу в жизни полет. Полет, мечты начнут воплощаться в жизнь. А вы сидите и пережевываете вот эти вот, как вам кажется, плюшки сладости. Вам может быть кто-то чуть-чуть доплачивают за, вместо того, чтобы взять на работу еще одного, а то и двух сотрудников, платить нормальную зарплату. И вы работаете за троих, чувствуете себя как загнанная лошадь. У вас ухудшается самочувствие, у вас ухудшается мнение о себе. И вам говорят оракулы тоже, становитесь самим собой, ничего не нужно, не надо тащить ничего за собой. И у вас появится легкость, у вас опять отрастут крылья. И здесь, кстати, по этому оракулу, говорит, не бойтесь просить помощи у своих корней, у своих уже умерших родственников, тех, кто вас поддерживает. Ангела с вами, они за вами следят и вам помогают в этой жизни. А также вы всегда можете прийти, эта карта называется корней, то есть вы всегда можете прийти домой, в семью, поплакаться в жилетку, где вас всегда поймут, дадут вам правильный, добрый, нужный совет, потому что именно семья является вашим источником насыщения и наполнения вас. Так, и последний аркан, который вступает у нас сегодня в наш расклад, это аркан ведьмочек. Он у нас работает первый раз на раскладе, самый новый. Давайте посмотрим его для рыб. Да, то же самое, смотрите, что вам аркан говорит. Расслабьтесь, расслабьтесь в семейном кругу дома, рядом со своим любимым человеком, рядом со своими домашними животными. Видите, там вот, вот видите, там дымочек такой идет, да. Заварите какие-нибудь травки, посидите, такой дзен получите, когда ни о чем не думаешь, просто сидишь и расслабляешься в тишине, в спокойствии, получаешь удовольствие. И самое главное, по такому расслабону обычно все мысли приходят, как струночка, устаканиваются, выстраиваются в ровный ряд, и все в жизни налаживается. Ну что ж, дорогие мои, вот такой у нас получился с вами расклад на оракулах. Дальше еще будет расклад на картах Таро, как обычно, пять карт, плюс здоровье, плюс работа, плюс любовь и взаимоотношения. Так что приходите, подписывайтесь на канал, следите за моими раскладами. Всего доброго вам и до новых встреч. Пока-пока.